Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу снять такое видео, которое будет называться «Отношение немцев к русскоговорящим, проживающим здесь в Германии, в связи с различными действиями на Украине». У меня много людей спрашивают по этому вопросу, но я вот как бы собирался, собирал информацию, присматривался к немцам, как они относятся к русскоговорящим. И вот, наверное, по истечении уже месяца после того, как мне задали первый раз этот вопрос, я хочу снять это видео. Итак, начнем с того, что те действия, которые происходят на Украине, они как бы, эти действия происходят внутри Украины, и поэтому, я думаю, что с моей точки зрения, никто не должен ввязываться в то, что там происходит. Ну, это моя точка зрения. Какая у вас точка зрения, может быть, другая, может быть, похожая на мою. Как относятся немцы здесь к русскоговорящим? Я именно говорю, что к русскоговорящим, потому что здесь приезжают не только из России поздние переселенцы, приезжают с Казахстана, с Молдавии, приезжают с Узбекистана. То есть, много здесь с разных стран. С Украины тоже приезжают поздние переселенцы. Поэтому здесь вот именно я вам расскажу про это отношение в городе Апольдо и земля Цюринген. Я, как вам говорил, уже долго присматривался к немцам в различных ситуациях, как они ведут себя с русскоговорящими. Не только со мной, но и с остальными, кого я знаю, русскоговорящими в Апольдо. Ну, что я вам хочу сказать, что я заметил. Немцы ведут себя с русскоговорящими очень прекрасно. То есть, как они вели с нами, допустим, с нами, когда мы приехали сюда, только в Апольдо, так же они ведут и сейчас себя, хотя там какие-то новые волнения происходят на Украине. Но, как было отношение к русскоговорящим, так оно и есть. Немцы очень доброжелательно относятся, стараются с пониманием относиться к тому, что если кто-то... ну, мы здесь живем полгода, и мы еще мало знаем язык, мы его только в процессе изучения. А кто-то живет здесь уже довольно-таки больше срок, или 10 лет, и тоже плохо знает немецкий язык, потому что раньше не требовалось изучение немецкого языка, и сдача тестом. Это нужно было только проходить шпрах-тест в консульстве, позднему переселенству, самому заявителю, и все. А остальным членам можно было ехать без знания языка. И поэтому многие здесь, кто проживает, язык практически не знают или знают там на малом уровне. И вот они относятся с пониманием, стараются понять русскоговорящих, что они хотят сказать, потому что говорят иногда неправильно. Я сам говорю набор слов, я хотеть что-нибудь сделать, да. Вот таким способом сейчас я только разговариваю. Там никакой не в прошедшее время не ставлю слова. Все, говорю в настоящее время, и все на этом. Ну, хочу заметить, что немцы понимают или стараются понять, если что-то непонятно, переспрашивают. Там были случаи, когда приходилось объясняться практически на пальцах, но они все это поняли, и все нормально. То есть во всех различных амтах, организациях, на улице, вот я хожу в ТАФЕ, там много ходит немцев безработных, которые не работают. Все, все нормально относятся. Когда спрашивают, откуда приехал, и говорят, что с Россией, говорят, о, это хорошо, что с Россией приехал. Поэтому, я говорю, отношения нормальные. А то, что происходит в Украине, ну, это политики пусть сами с этим разбираются. Главное дело, чтобы не гиб мирный народ. Потому что по мини-действию неправильного действия политиков гибнут мирные люди, и это очень бескорбно. Но, надеюсь, это когда-нибудь прекратится, и везде будет мир во всем мире. Так что, вот такое вот видео я хотел снять. Если спросите, чью сторону я поддерживаю, здесь как бы три стороны. Вот это всего явление в Украине. Это страна, это Россия, это Украина, это Евросоюз. Скажу, что это лично и сугубо моя точка зрения, которую я не буду говорить, чтобы не разжигать каких-то там разногласий между своими подписчиками. Поэтому это останется при мне. Я никогда не ввязываюсь и стараюсь не ввязываться ни в какие-то политические мероприятия, что проходит по вине политиков. Пусть проходит, пусть остается это все на их совести. Я стараюсь жить своей жизнью, стараюсь, чтобы было как больше, лучше моей семье, моему ребенку, моей жене и местному тоже. Стараюсь этого придерживаться и добиваться этого в своей жизни. Поэтому, вот так вот. Надеюсь, я вам рассказал об отношениях немцев к русскоговорящим. А, да, вот хотел еще рассказать такой случай, чуть не забыл. Недавно буквально мы с Глебом возвращались из детского сада, и женщина гуляла, немка женщина гуляла с собачкой. Глеб подошел, она ему сказала, что он может поглядить собаку, естественно, немецком. Он спрашивает, как его зовут, а он ничего не отвечает. Я ей говорю, он не понимает, так как мы приехали из России, он еще не знает язык. Она говорит, о, вы приехали из России. И начала что-то говорить по-немецки. Была как раз такая пасмурная погода, и она, конечно, с акцентом на русском языке говорит, сегодня светит солнце, а нет. Ну, мы также для них говорим на немецком. Но она старалась сказать, и спрашивала, это правильно или неправильно. Говорит, да, это правильно. Она очень этому обрадовалась. Начала говорить какие-то еще слова на русском языке. Говорит, что она живет на русском языке, потому что она живет в Апольдове, такой-то номер дома. Ну, то есть, понимаете, немцы, когда узнают, что приехали, допустим, мы приехали из России, или приехали откуда-то, с другой стороны русскоговорящие, они хотят что-то сказать на нашем языке, на русском. И когда видят, что они делают это правильно, они этому очень-очень радуются. Тоже был недавний случай. Компания, молодых людей, три или четыре человека, сейчас не помню, подошли, хотели что-то спросить и разговаривали со мной на английском языке. То есть, не на немецком, а на английском. Ну, может, откуда-то. Из соседнего государства приехали, я им сказал, что я не понимаю по-английски, я немного говорю по-немецки. А я говорю, я приехал из России. И они, говорят, ну, сказали из России. И тоже вспомнили какие-то такие простейшие слова. Сказали, все окей. И по-русски сказали, пока-пока. То есть, им это было тоже очень приятно, что они знают немного русский язык. И что говорят правильно. То есть, вот такое отношение здесь немцев к русскоговорящим. Вот именно в Апольдам. Другого я не замечал, что какая-то озлобленность была, или еще что-то. Это я не замечал. Ну, все. На этом буду видео свое заканчивать. Большое вам спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Тем, кто подписался, всем большое спасибо за это. Смотрите мои новые видео, задавайте вопросы. Делитесь моими видео со своими друзьями, родственниками. Надеюсь, они, эти видео, будут им полезны. Если это видео вам было полезно, ставьте лайк. Всего доброго, всего хорошего. Мир во всем мире. Без баби. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok